Всем привет! Сейчас после встречи хочу заехать в один магазин, такой как шоу-рум, по просьбе своей подписчицы. Она попросила в инстаграм, чтобы я сделала такой как пост, обзор на ремешки. Сейчас у меня как раз часы заряжаются. Я начала менять ремешки, то есть часы одни, а ремешки можно менять. И у меня телефон тоже с белым чехлом, и очень классно смотрится, особенно с белым маникюром, в общем. И сейчас у меня много ремешков разных цветов и разные чехлы. То есть можно, знаете, как комбинировать чехол коричневый, ремешок коричневый. Это очень круто смотрится. Поэтому еду сейчас в шоу-рум к ребятам, у которых были куплены вот эти вот ремешки. Хочу договориться о скидке для вас. Если уже делать рекламу для них, то есть потому что она попросила показать ремешки, ну, соответственно, наверное, с ссылкой на кого. То, чтоб не зря, я уже предварительно позвонила, говорю, я хочу к вам приехать. Вот так и так. И дайте мне скидку для моих подписчиков. В общем, еду договариваться. Хочу побольше скидку для вас. Надеюсь, вы это оцените. Поэтому сейчас в шоу-руме поснимаю, узнаю, какая скидка. Ох, я по брусчатке еду. И включусь. Так что, если вам интересно, продолжайте смотреть. Девочки, я уже на месте. Это Александр. Которому нужен СММщик для Инстаграма и Фейсбука. С душой. С душой. Рассказывает, что надо прям очень с душой, чтобы аксессуарика, она должна жить отдельной жизнью. Поэтому, кто сидит дома и хочет работу с душой, то пишите мне в личку. Я дам контакт Александра, и у вас будет работа. А я вам сейчас покажу, что я навыбирала. И сделаю пост в Инстаграм полностью с аксессуарами, которые у меня есть для часов. Поэтому подписывайтесь, кто не подписан на Инстаграм. И ждите пост. И еще дома покажу тоже, что есть для тех, кто против Инстаграма и других соцсетей. И вот магазинчик. То есть в Киеве. Как правильно адрес называется? Межигородская 87. На Межигородской 87А есть вот такой вот магазин, куда можно приехать и выбрать, померить, как это делаю я. Чтобы было понятно, что это все дистрибьюется прямая, и поэтому мы имеем контракты. Что, в принципе, очень важно. На всю продукцию честная годовая гарантия. То есть на все продукты мы даем официально годовую гарантию. Поэтому все спасибо. А скидка для моих подписчиков? Дадим 30. Ура! Я выбила. Я долго-долго выбила и выбила. Но на какое-то время. Я внизу оставляю ссылочку на сайт. Поэтому заходите, пишите запорожское. Звоните, говорите запорожское. И у вас будет скидка 30%. Ура-ура! Выбила. Известных брендов, которые делают уникальные продукты. Его знают, скажем так, все этот продукт. Вот такие вот свечизики. И вот они сделали новую коллекцию. Новая коллекция, насколько мы даже смотрели эти цветочки, это живые цветочки внутри. Живые? Ну, по идее, да. Вот если присмотреться, там живые цветочки. Мы долго тоже гадали, как это все может быть. Да, кстати. Он силиконовый, красиво здесь все чизи. Ну, очень тоненький. И вот они уникальные все по-своему. Какая цена политика таких человек? Ну, надо смотреть их на сайте. Я так сразу не скажу. Это, то есть, только приехало, да? Ну, это уже не сэмплы, это уже товар. То есть, уже есть этот товар в наличии. Его можно покупать. То есть, на лето, мне кажется, это было бы мега шикарно. Мега круто. А у нас на вот солнышко, когда светит, конечно, он играет круто. Это такая вот красивая подборка. То есть, они делают такие тоже классненькие, уникальные штучки. Девочки, ищите на сайте цены. В итоге разговора оказалось, что, в принципе, им нужен не просто СММщик, а человек, который бы, можно сказать, как партнер, который бы получал проценты от продажи. Поэтому, мне кажется, очень интересно для тех, кто нуждается в интересной и творческой работе, но связанной с техникой, с чехлами, делать обзоры. Не знаю, мне кажется, очень интересно. Я бы сама, наверное, занималась, но у меня просто не хватает времени. Тема реально интересная, и её может делать не только мужчина, но и любая девушка, если она как бы горит этим желанием. Потому что тут важен подход. Как я поняла, Александру это очень важно, чтобы человек относился к этому делу с душой, а не просто как к работе. Я надеюсь, что эта информация для вас была полезна. Опять же говорю, скидочку 30% я мужественно выдала, и я надеюсь, что вы ей будете пользоваться. Поэтому внизу оставляю ссылочку. Я сейчас общаюсь с одним человеком, он мастер рейки, духовный наставник на данном этапе, потому что я общаюсь и нахожу на свои вопросы ответы, можно сказать, у себя. Это как психолог, только в другом формате. И мне это очень нравится. И вот мне Глеб, его зовут Глеб, и я думаю, может быть, если вам интересно, напишите мне в комментариях. Я внизу ссылочку оставлять не буду, ну как ссылочку, номер телефона, например. Если вдруг вам интересно, напишите, я поделюсь. Он говорит, нельзя говорить делиться, надо рассказывать. Я расскажу и покажу номер телефона. Ну, в общем, он меня поправляет в некоторых моментах, говорит о том, что нельзя говорить хочу, надо говорить желаю. И он говорит, что всё это психосоматика, всё, что у нас болит от простуды до зубной боли, до спины, это всё психосоматика, и каждая часть тела отвечает за определённый момент. Вот если болит, например, шея, то вы слишком много на себя взвалили. Ну, это образно говоря. Я всё записываю, потому что у меня такая память, у меня всё просто вылетает из головы. И я веду конспект, когда у нас консультация, и мы общаемся, я, например, прописываю какие-то определённые моменты, которые меня в моей жизни не устраивают, я бы хотела их изменить, или с чем-то я не могу справиться. Также он помогает, ну как помогает, он тебе рассказал и говорит, надо бороться с пагубными привычками, ну и ты как бы начинаешь с ними бороться. Но, опять же, я отказалась от кофе и от алкоголя. Кофе, у меня уже тяги иногда нет, иногда есть. Про алкоголь вообще молчу, вообще тяга пропала. Хотя ещё до общения с ним, ну, как бы я от этого отказалась. Но за два месяца я четыре раза пила кофе без кофеина. Он говорит, Ань, это всё равно кофе. То есть это дело не в том, что ты пьёшь кофе или не пьёшь кофе, что дело в привычке. И то, что ты пьёшь его без кофеина, ты всё равно его пьёшь. Если прям очень хочется, выпей. Но, как бы, понимая то, что это пагубная привычка. Также говорит, чтобы я отказалась от картофеля. Надо меня спросить, можно всё это рассказывать или нет. Потому что, ну, он мне сказал, особо не афиширует. Всё, о чём мы разговариваем. Но мне так хочется помочь тем, у кого, например, такая же ситуация, как у меня. Потому что мне надо было общение именно с духовным человеком. Но в моём окружении есть такие люди, но напрягать их своими вопросами мне не хочется. А есть вот такие вот люди, которые, ну, можно сказать, тебя консультируют. Они на этом зарабатывают. То есть это как бы работа. Психологи же тоже на этом зарабатывают. Но они же помогают людям. Это то же самое. Конечно, сейчас комментарии мне могут говорить Аня. Ну, как обычно, знаете, я бы, наверное, ещё года два назад, я бы так послушала, подумала, да, девочка, тебе делать нефиг. Но каждый приходит к этому со временем. Вот я с братом разговаривала, он такой, хихи. Я говорю, Петя, он говорит, я понимаю, я не лезу. Но, он говорит, я к этому ещё не пришёл. Я говорю, ну, вот именно, ты к этому не пришёл, значит, пока как бы не надо осуждать других людей, если ты сам в этом не разбираешься, тебя к этому не тянет. Это не означает, что это как бы плохо. Это говорит о том, что просто ты этого не понимаешь. Так как и я, например, я не осуждаю вегетарианцев или сыроедов. Ну, это их выбор, и всё. Может быть, я тоже когда-то к этому приду. Ну, в общем, это такое разговор, просто разговор. Поэтому еду к массажисту ещё почему? Потому что вода застаивается в организме. То есть, по сути, худая, но иногда вижу, что это даже не целлюлит. Ну, то есть, прям видно, что это вода, потому что она уходит, но опять иногда появляется. И массажи в этом могут помочь. Ну, сейчас ещё с массажистом поговорю. И просто я люблю массаж, если честно. Если есть у меня свободная минутка в час-полтора, и свободная денежка, то я еду на массаж. Вот. Тем более, сейчас приехала мама, и она сидит с Демитром. А завтра я еду на чистку лица. Меня как-то вот посыпало. И она, кстати, мне до этого говорила, я была не на чистке, я волосы с рук вырывала. Вот, буквально два дня назад. Она мне сказала о том, что зависит не только от, как мы умываемся, не только от того, там, загрязнения какие, но и от питания. А я иногда грешу шоколадом. Кстати, я считаю, что это тоже пакутная привычка. Буду от неё избавляться. Я уже как бы почти избавилась. Раньше я больше ела шоколада. Ну, опять же, гормональный фон. В общем, позадаю вопросы. У меня есть там кое-какие. Так что оставайтесь со мной. Я уже косметолога. Смотрите, что я тут вижу. У меня есть такие масочки. Вот. Очень прикольные. У меня, кстати, видео есть на канале про мизороллер этой фирмы. У меня что-то меня высыпало. На улице пекло. Я вся такая красная. Вот. От жары. У меня новый сарафан. И не один. Я на канале «Жизмама, которая девушка». Сейчас сегодня и завтра, в общем, поснимаю и выложу. Так что кому интересно про одежду, заходите на канал «Жизмама, которая девушка» и смотрите. Вот. Сейчас я хочу у косметолога, ну и косметолог, и диетолог кое-что поспрашивать. И поспрашиваю на камеру. Может быть, вам тоже будет интересно. Хотела вас спросить по поводу воды. Мне не даёт покоя. Я решила на камеру, потому что девочку, я думаю, будет тоже интересно. По поводу воды внутрь. Правильно? Да, да, да. Значит, водичка. Ну, вода главная, да, в нашем деле. Тут как бы для любого. Есть вода, есть жизнь. Но вода разная. И покупая часто воду в магазине больших очень концернов, да, которые, ну вот вы можете увидеть в супермаркетах, стоят очень большие полки, все завалены этими водами и так далее. Вы же понимаете, что для того, чтобы её сохранить, добавляется обязательно консервант. И ещё в чём дело. Вода должна быть обязательно не кислая. А чтобы знать, какая вода, надо взять всего-навсего лакмусовую бумажечку и проверить. И ваша водичка должна быть не меньше 7. А если водичка меньше 7, то её нежелательно пить, потому что это кислая водичка. А у меня дома есть такие. Человек рождается с PH 7,5. И когда мы пьём воду 6, вы же понимаете, она нам не очень нужна. Поэтому, если есть у вас возможность, проверяйте свою воду. Ведь разные бывают. Бывает, я смотрю, в бюветах берут воду. Кто-то ездит на какую-то крынычку брать. Знаете ж, много. Поэтому, вот, обратите внимание. Я могу вам сказать, что в магазине можно брать, вот, в Карпатской же рейд на хорошая водичка. Но она всё равно, вы говорили, не дотягивает до 7,5. Ну, она 7, надо смотреть. Вот, будете смотреть, будет. Проверяйте. Вот, проверяйте. Ещё очень часто зависит от времени года. Водичка с одного и того же источника может давать чуть больше, чуть меньше. Понимаете? Поэтому, конечно, такие вот рекомендации, скажем. Спасибо большое. Пожалуйста, обращайтесь. Ой. Это что, Наня? Я вас умыла. Сейчас я нанесла, называется, крем для чистки пор. Это фирма Эстедерм. Поэтому, она достаточно такая активная. Всё основано на клеточной воде. Вот, видите, раз, и мы вернулись к теме воды. И вот она, видите, так легко скатывается. Вот, лёгенькая так вообще. И с каждым движением будет всё тяжелее и тяжелее её скатывать. Она такая называется, этот препарат, знаете, так, в народе, скажем так, как пылесос. Он очень хорошо вытягивает всё. И его нельзя дольше, там, 5 минут оставлять на коже, потому что обратная реакция. Кожа очистилась, а потом начнёт всё обратно в себя вбирать. Ну и вот мы её очень хорошо сейчас раскатаем, этот препарат, и подчистим вашу кожу. Ура! Вот, получается, здесь нет воды. Вот эта зона, она обезвожена. Этот препарат очень хорошо показывает, на что воздействовать. Хотя, казалось бы, у нас, вроде бы, как тут жирнеет больше на носу, да, как правило. Ну вот, на это следует обратить внимание. А каким образом, то есть, мне ухаживать за этой зоной дополнительно? Это в конце процедуры я вам скажу. Как бы уход. Мы сейчас посмотрим, какая будет реакция на всё. Всё, я увижу вашу кожу в действии, как она будет реагировать, как она будет в себя вбирать. И тогда мы с вами посмотрим. То, что это должно быть увлажняющее средство, однозначно. Дополнительно я бы назначила клеточную водичку, СТД, в которую вы будете брызгаться в течение дня. Как термальная, да? Как термальная. Но мы не работаем термальной водичкой. Вот, мы работаем клеточной. Это на порядок выше препарат, потому что их клеточная водичка, она идентична клеточной водичке, которая входит в нашу клетку. Попадая на кожу, оно проникает и упорняет. Маленькая. Она как водяная вуаль для лица. Я уже после косметолога успела заехать домой, съесть холодные окрошки, потому что на улице просто жара. И мама сделала вкуснейшую. Поехала Нику, забрала из школы. Вот она у меня тут сидит. И на руке у тебя что-то там, мамалек. Это, да, шпаргалка. 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 Что в последнее время заговариваюсь и часто делаю какие-то вещи, то есть невнимательные. Ошибки делаю, слова неправильно говорю. Такое какое-то рассеянное. Вот это уступит дорогу? Да, перевернуть дорогой нику учу уже. Она уже за рулем ездила. Вокруг да около. Но давно, правда. Надо ее опять за рулем посадить. Так, к чему я говорю? Нику забрала из... Я за вами не купила машину. Да, я за тебе, конечно. Вот. Ей папа бы обещал, что когда ей будет 18 лет, то он купит ей машину. Я была 18 рано. 20 хотя бы. Пусть и 2 года поездит. Это было обидно. Это было обидно. Нет, нет. Но, мам, я под этот, чтобы вам купили новую машину, я имела чуть-чуть другое. Да. Так вот, я Нику уже свозила к стоматологу. Ей 13 лет. И сказал, вы извините, что я вот в очках, потому что солнце так ярко светит. Я после косметолога, ну, более-менее нормально. Она мне до масочки такие сделала хорошие. Сосуды... Ой, с... Явно, что-то не тоже рано это клеяет. Да, скорее всего. Упора сужающие такую маску. Так вот. Нике в 13 лет сказали приехать, чтобы проконсультироваться. У нее зубки уже все вышли в один как бы ряд. То есть, именно догнали те, которые росли, и уже можно ставить ей прокет-систему. Потому что... То семерки сдвинули мои зубы. Так, самое интересное, мы сейчас сделали ей этот, как он называется... Снимет панорамный. То есть, там? Да. И там надо повернуть, там это, там это. Да. Это мои зубы? У нее нет восьмерок. И не будет. И не будет, врач сказала. Представляете? Она такая стоит, смотрит, говорит, ну, я редко такое встречаю. Вообще не будет восьмерок. Она говорит, это очень классно. В общем, супер. Так вот. И мы записались теперь к стоматологу. Ей полечить надо 4 зубика. А потом я буду ставить брекет-систему. Брекет-система, она требует особого ухода. Девочки, напишите, пожалуйста, в комментариях, у кого... Ну, у вас брекет-система. Я помню, себе тоже хотела, но бросила эту затею. Вот. И... Нике, я пытаюсь объяснить, что просто чистить зубы, этого недостаточно. Что для этого есть еще зубная нить. Что после еды надо ротик полоскать. Вот пытаюсь-пытаюсь объяснить, вообще не работает. Я говорю, ну, если ты меня не слушаешь, уже врачу говорю, то вы хоть и скажете, потому что, ну, как? Вот. Ну, может быть, потому что возраст, лень. Может, забывает. Но это же здоровье. Ну, в общем, вот такая вот история. Сейчас я буду снимать серафаны и выкладывать на канал Жизмама, которая девушка. Также у меня есть в планах снять же, показать вам в Инстаграме вот браслетики. Сейчас я в других часах. Чехлы к телефону, потом браслеты к часам. И, ну, в общем, сделать какой-то красивый пост. Или, может быть, даже сделать такой обзор на одну минуту в Инстаграм. Уже одна минута видео можно. Вот. Ну, чтобы полезно было и интересно. Вот подписчица у меня попросила сделать такой пост. Вот я думаю, как его так лучше сделать. Или в формате видео, или просто как фотографии разных моих аксессуаров, которые я насобирала. В общем, вот так вот. Не знаю по времени, влог короткий, длинный, при монтаже пойму, но в любом случае он продолжается, так что оставайтесь со мной. Демидушка, а ты где? Демушка, а ты где? Демушка, ты где, маленький? Где ты? Давай еще. А ты в чьих тапочках? Папина. Да? А они тебе не жмут, нет? А? Не жмут, говорю, тапочки? А? Не жмут тапочки? А? Понятно, он не понимает слова жмут. Говорю, не давят? Не давят. Не давят. Не капельки. Не капельки не давят. Не давят. Здесь вот будет стоять шкаф на весь коридор. Представьте, сколько туда всего может поместиться. А то он в свою комнату зашел. Дема, ты где? Дема. Еду, 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 еду. Пошли кушать. Это жмута белыхая. Как и обещала, сейчас буду показывать вам свой арсенал аксессуаров. Я сейчас фоткаю для инстаграма, чтобы сделать пост. И вот мне очень нравится этот комплект. Сейчас даже думала переодеться. Я сейчас собираюсь на предпоказ фильма. И наоборот, одела черно-белое под свой белый чехол с белым ремешком. Но вот сейчас примерила и прям влюбилась. Классно, правда? Смотрите, вот у меня тут все на травке размножено. Это пока все, что у меня есть, но есть, что это вполне достаточно. Итак, это коробка от самих часов. Вот они. И самое классное, что реально можно менять ремеш. Аксессуары, они всегда были важны, они полностью могут поменять образ. Поэтому я сейчас даже думаю переодеться, если честно. Мне прям, ну, очень нравится. Кстати, здесь, видите, черный циферблат, серебристая накладка. И я вам сейчас покажу. Вот, смотрите. Снимаем ремешок. Нажимаете на кнопочку и вытягиваете. Здесь точно так же. Опа. Где? Вот он. Если бы подписчица не попросила сделать обзор, то я бы не поехала в магазин, не познакомилась бы с Александром. И мне, кстати, можно сказать, за рекламу я взяла у них, сейчас вам даже скажу, что. Где, где, где это. Вот этот вот чехол коричневый. Потому что у меня уже был ремешок, и я сразу захотела такой чехол. И вот он в магазине был. Поэтому я взяла чехол черный под оригинальный, под оригинальный ремешок. Соседи ремонт делают. Также коричневый чехол. И еще попросила вот такой вот ремешок. Он серебристый, он хорошо как раз подойдет сейчас, мне кажется. Ну, не знаю, не примеряла. Я хотела очень серебристый. Я очень люблю белое золото, как вы видите, если смотрите меня. Вот, и мне кажется, он будет очень хорошо смотреться. Ну, он, в принципе, я уже примеряла. Он хорошо смотрится. Знаешь, так прикольно без этих лямочек. Просто, да? Просто такая прямоугольная. Вот, смотрите. Надеваете вот так вот. Она силиконовая, поэтому она легко. Как я могу помочь? Сири спрашивает. Это помогла уже, в принципе. Когда я за рулем, ты мне всегда помогаешь. Так, и натягиваем. Главное не порвать, но оно эластичное, оно не рвется. Я там конкурс сделала в инстаграме, так мне все пишут в комментариях. Так что заходите, смотрите. Конкурс до, по-моему, 15-го числа я сделала. Можно выиграть 500 гривен с магазина. Можно выиграть сертификат на 500 гривен. Так, смотрите. Вот так вот это выглядит. И вот так вот с ремешком. Сейчас мы вот этот наденем. Оп. И вот так. Вот так вот выглядит. Он классно смотрится как с накладкой, так и без. На сайте все есть. Я, в принципе, могу поискать, поставлять ссылочки именно на эти товары. Но я думаю, вы сами найдете, потому что это не проблема. Так, и что я вам хотела еще показать. Зайти в инстаграм и посмотреть на классные фотографии. Мы сейчас с Никой старались сфотографировать. Ремешочек хорошо смотрится. А вот беленький с чехлом. Также вот, я же говорю, коричневый просто влюбилась. И черный, это классика. Черный ремешок с черным чехлом. Что у меня здесь еще есть? Это металлический черный ремешок. И вот металлический серебристый ремешок. Они очень удобные. Я сначала думала, что неудобно. Тут магнит. И когда вы надеваете, давайте я надену, я вам покажу. С этой стороны точно так же. Вот. Можно черный, я вам покажу. Серебристый. Оп. Защелкнули. И здесь точно так же. Я, конечно, без уникюра. Мне надо уже на коррекцию ехать. И вот. И этот ремешок, он реально очень классно работает. Надели. Зафиксировали так, как вам удобно. Вот. И затянули. Все. Он никуда теперь не денется. Он реально очень крепко сидит. Видите? Вот. Здесь очень классный магнит. Очень качественный браслет. Мне безумно нравится. И вот смотрите. Он даже очень классно смотрится. С серебристом. Да. То есть с этой накладочкой. Можно сделать без накладочки. То есть можно вообще менять, как хотите. И у вас, ну, будет постоянно, как будто у вас разные часы. Мне очень нравится. И серебрист. В дальнейшем хочу еще красный. Но в магазине был красный, но с оттенком не тем, который я хочу. Я же девочка. Если мне что-то в голову забрело, я найду именно то, что мне надо. Но на сайте надо глянуть. Может быть, у них на сайте есть. Ну вот. Я вам, в принципе, почти все показала. А заходите в Инстаграм, смотрите полностью. Там каждая фотография будет. Я сейчас буду закругляться, чтобы не опоздать в кино. Мне надо доснимать еще кое-какие фотографии для Инстаграма. Поэтому подписывайтесь в Инстаграм. Подписывайтесь на мой канал. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И до новых видео. Пока-пока. Да, малыш.